Кто где ходит? Так, жду сигнала. Включила микрофон. Проверьте звук. Идет звук? Все хорошо? Итак, друзья, мы продолжаем. Закончили перерыв. Возвращаемся к экранам, возвращаемся на свои места. Возвращаемся к местоимениям 2. Майндкарта на вопросительные местоимения у нас делилась на две части. Мострозительные местоимения это те слова, которые кто, что, какой, где и так далее. Начинаются все с WH, кроме слова как. Who, whose, whom читается через х. Все остальное читается через what. What, where, when, why, which. Дальше. Указательные местоимения это всего 4 слова. Этот, тот, эти, те. Этот, рядышком, эти, рядышком. This, these, улыбаемся, английский язык, очень улыбчивый язык. That, those, тот, те. Короткий звук. This, that, значит один. Длинный звук. These, много. Два звука. Those, девчонок откликаем, значит их больше, чем одна. Это были указательные местоимения. Остались у нас неопределенные местоимения. Не все вообще знают, что это местоимения. Они делятся на простые и производные. Простые местоимения это те, которые some, any, no, every. Не все знают, что это местоимения. Вот теперь будете знать, что они тоже местоимения. Some, any, no и every. Мы сейчас вырисуем их еще отдельненько. Так, и производные это то, что простое, плюс добавляется body, one, thing и where. Теперь поехали с простыми и производными неопределенными местоимениями. А мы сейчас все с вами там нарисуем. Потом можно будет, если что, дописать. Итак, делятся на простые и производные. Простые это some, any, no и every. А производные это, когда берем простое и добавляем к ним body, one, thing и where. А, где, where, где, where. А, у меня здесь немножечко скользнул маркер. Where. Я сейчас на отдельном листе все напишу. Не переживайте на этот счет. Вот то, что с местоимениями, здесь как раз единственный случай, где можно сделать табличку и не пугаться. Потому что в табличке будет понятнее, если мы сделаем сейчас майндкартой, то это можно будет делать майндкарту на каждое простое местоимение и делать от него производные. Либо на каждое производное делать вот с разными местоимениями, на каждое добавление сделать с разными местоимениями. Сделаем сейчас и так, и это, чтобы попроще было. Значит, поехали по самим. Я сделаю несколько вариантов. Сначала один большой, потом маленький для того, чтобы разобраться. Итак, вот они, простые местоимения some, any, no и every. Сам употребляется в утвердительных предложениях, когда у нас непонятно какое-то количество чего-то. Много или, к примеру, что-то неисчисляемое. То есть дайте мне водички. Give me some water. Ну, вообще водички. Понятно, что человек вам не принесет два ведра. Стаканчик скорее нальет. Дальше, any – это какое-то количество, когда мы что-то спрашиваем. Например, мы говорим, Do you have any sugar? У вас сахар есть? То есть вообще в принципе сахар есть. Do you have any sugar? То есть какое-нибудь количество сахара. Или мы дома друг друга спрашиваем, Do we have any tea? Or do we have any coffee? У нас кофе есть? У нас чай есть? Когда мы спрашиваем, мы ставим any. Когда тоже непонятно сколько, то есть, ну, вот сколько-либо есть вообще. No – это когда отрицательное предложение. I have no time. У меня нет времени. И вот этим способом они пользуются гораздо более часто, чем частицы not. Они не говорят I don't have time. Они больше говорят I have no time. Когда have или структура there is the raw, а вот та, которая мы описываем. Например, нет времени. There is no time. В принципе, на это. Или у меня нет времени. I have no time. Они больше через no идут. No – очень удобное слово, когда про артикль. Будем разговаривать, там как раз расскажу про слово no. И every. Ну, every – это, конечно, утвердительные предложения, как правило. И он сюда, скажем так, до кучи, потому что он тоже производные образовывает. А так, some, any и no мы различаем. Some в утвердительных, сколько-то, ну, какое-то количество. Any – сколько-либо, какое-нибудь количество в вопросах. И no, когда мы делаем отрицание. Теперь, какие можно сделать производные, с какими словами. Можно сделать со словом body либо со словом one. Поехали. Some body – и получился. Какое-то и тело. Какое-то тело, получилось кто-то. Any body – получилось. То есть кто-то. Anybody home – когда в кино кто-то заходит и говорит, anybody home – есть кто-нибудь дома? Спрашивают в вопросе. Nobody – никто. То же самое можно сделать с one. Someone – кто-то. Anyone – кто-то. No one – никто. Они абсолютно равноценны. Дальше. Everybody. Дословно, каждое тело. По-русски это будет все. Все люди, каждый. Все или каждый. Момент такой. Поскольку body и one встают в каком числе? В единственном. То somebody, anybody, nobody, everybody будет единственное число. Потому что body – это один. Несмотря на то, что everybody имеется в виду все люди, все равно everybody грамматически будет иметь единственное число. Everybody is happy. Все счастливы. Пошли в следующее производное. Это thing. Thing – это вещь. Поехали. Something – получилось что-то. Anything – что-то в вопросе. Nothing – читается nothing. Это получается ничего. Everything – это получилось все. Да, все на свете. Everything is fine. Все прекрасно. Они больше будут использовать everything, чем слово all в данных случаях. Так. И пошли. Есть еще where. Where означает где. Somewhere – вышло. Где – то. Anywhere – где-либо. Nowhere – получилось нигде. И everywhere – везде. Да. То есть, в принципе, складывая эти слова, мы можем сообразить значение этих слов. Хотя мы даже, в принципе, вот так. Дай нам somewhere. Мы не знаем отдельно слово. Но разделив его на части, зная перевод, мы понимаем, что к чему относится. Да. Ну вот так. По цветам-то я, конечно, разделила. Но получилась все равно такая вот мешанина. Поэтому разделяем сейчас каждое. Первый вариант – это мы делаем от body. Или one. Мы можем сделать somebody. Да. Однозначно. Да. Это детальные мейнт-карты. То есть, можно сделать somebody, anybody, nobody и можно сделать everybody. Поскольку у нас есть еще и one, то, соответственно, some one, no one. Смотрите, no one пишется отдельно. Вот nobody пишется вместе, no one пишется отдельно. Возможно, из-за вот этих вот двух буквок. Потому что, если мы соединим, то получится у будет читаться. Дальше. Any, one и every, one. Здесь понятно? Что-что? One. Один. А? То же самое, что somebody – кто-то, что someone – кто-то. Anybody, anyone – кто-то только в вопросе. Когда мы спрашиваем, здесь мы спрашиваем, здесь мы утверждаем, здесь мы отрицаем. Nobody, no one. Everybody, everyone – здесь получилось каждый. Если вы язык только начинаете учить сейчас, не надо все вот в такие детали. Это больше сейчас для систематизации информации тех, кто уже знает что-то. Поехали по thing. То же самое делаем по thing. То же самое, поехали. Something. Something. Anything. Everything. Читается nothing. Ничего. На какие-то такие слова иногда песни вспоминаются. Есть там песня, там прям nothing, nothing, прям очень громко там и четко пропевается. Времени нет, а то бы я притащила такую нарезочку, чтобы послушать. Песня у Брайана Адамса. Everything I do, I do it for you. Everything. Все, что я делаю, я делаю для тебя. Так. Everybody move your body. Слышали наверняка? Так. А? Party for everybody. Там. Поехали дальше. Дальше у нас остался еще where. Somewhere. Где-то. Anywhere. Где-либо. Everywhere. Везде. Повсюду. Nowhere. Нигде. Вот получилось у нас три группы производных. Производные от where. Somewhere, anywhere, everywhere, nowhere. В вопросе, anywhere, когда мы хотим задать вопрос, там, есть ли где-либо, вот где-нибудь, тогда мы будем ставить anywhere. И так, производные от where. Производные от where.